Десять лет тюрьмы грозит директору Красноярского комбината школьного питания Алене Ахвердиевой. Ее задержали по подозрению в мошенничестве. Муниципальное предприятие обеспечивает обедами сразу 90 образовательных учреждений. Чем и как там кормят детей в последнее время постоянно интересовало и родителей учеников, и депутатов, и даже Роспотребнавзор. Но городская администрация многочисленные жалобы словно не замечала. Подробности в сюжете далее. Да, мы знаем о том, что директор комбината питания задержан. На 72 часа информации по предъявленным обвинениям у нас нет. Директор задержан, подробностей нет. Исполняющий обязанности работает с полицейскими. Отчитываться о деятельности муниципального комбината питания перед городскими депутатами приходится Наталье Бобровой, руководителю департамента соцполитики. Именно он сегодня контролирует комбинат. А скажите, пожалуйста, а кому до этого подчинялся комбинат питания? Ну вот к вам, ну непосредственно, вот только недавно, а до этого кому? Департамент экономики. А так вот, департамент экономики, как же он вот хозяйственную часть вот так контролирует? Ну, я так понимаю, что этот вопрос не ко мне. А есть кто-то? Ну да, правильно сказали, город, да. Как именно городская администрация проверяла все, что происходит на комбинате, если проверяла вообще, теперь вопрос не только для депутатов гурсовета, но и для полицейских. После запроса от народных избранников силовики приняли решение провести в учреждении оперативно-розыскные мероприятия. Долго искать не пришлось. Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Межмуниципального управления МВД России Красноярска установлено, что муниципальное предприятие в 2018 году перевело поставщикам денежные средства в размере 1 миллиона 900 тысяч рублей за фактически непоставленные продукты питания. На сам комбинат сегодня не попасть, проезд закрыт, внутрь нас не пускают, здесь целый день работают правоохранители, они изучают финансовую документацию. Муниципальный комбинат питания сегодня по сути монополист, он кормит 90 школ города, как вопрос отдельный Роспотребнадзор выявил. Во многих школах при шестидневке по субботам дети остаются без обедов, продукты для учеников часто не первой свежести, их состав оставляет желать лучшего, зато для учителей и директоров отдельное меню. Наверное, чтобы лишний раз не жаловались. Еще на этапе организации такой схемы питания по городским школам в ситуацию помимо депутатов пытались вмешаться общественники, но результата это не дало. Уже на тот период времени антимонопольный комитет направлял два предписания по поводу злоупотреблений. Уголовные дела не были возбуждены, но я думаю, что это недолгий процесс, когда это произойдет. Невозможно вот так вот за один раз всех выгнать, да, все собрать в одном месте, потому что это очень серьезно, это дети. И нужно постепенно двигаться, улучшать качество, контроль. Но, видимо, вот какие-то серьезные лоббисты, да, продавили эту ситуацию, все отдали в одни руки. Ну и вот мы видим то, что видим сегодня. Городские депутаты сейчас предлагают выход. Пока с муниципальным комбинатом происходит полная неразбериха, готовкой для школьников можно озадачить центр питания. Оборудование на этом государственном предприятии обновили перед универсиадой, но в администрации отвечают отказом. По мне, на смотрение концепции развития школьного питания депутатам даже не на смартно эту возможность. Ну, правоохранители могут поменять меры в отношении виновных лиц, да, ну, виновность, которая там в суде будет установлена и так далее. А что касается комплексного подхода к развитию школьного питания, конечно, ну, полиция же не будет его развивать. Нынешнему директору муниципального комбината питания Алене Ахвердеевой за мошенничество теперь грозит 10 лет тюрьмы. В своем кресле она просидела около полутора лет, а тем временем чиновникам городской администрации, которые якобы следили за ее работой, депутаты горсовета сегодня предложили написать заявление на увольнение. Светлана Овсянникова, Илья Сенкевич, 7 канал.